МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, друзья! С вами Валера и видеоблог сибирского парня из США. Сегодня 13 марта. Еще вчера я спокойно поехал в организацию «Рука помощи», снимал для вас видео и выложил вечером. А сегодня уже страшно выходить из дома. Вообще, я избегаю всех этих хайповых тем, как вы могли заметить. То есть я не стараюсь сделать видео по самым первым новостям, по самым каким-то там горячим там таким. И старался всегда этих хайповых тем избегать, но уже избегать сложно, потому что когда ты уже видишь реально какие-то изменения в жизни, то уже я посчитал нужным об этом рассказать все-таки. Я вот гуляю с дочкой каждый день, и сейчас я уже начинаю, так сказать, ходить подальше от людей и стараться поменьше контактировать, поменьше заходить в какие-то людные места. И вот школа, вокруг которой я гулял каждый день, сегодня уже на карантине, сегодня уже закрыта. Поэтому уже происходят изменения, которые нельзя не заметить. Значит, вчера, 12 марта, Трамп выступил с речью с 9-минутной и объявил о том, что коронавирус признается мировой пандемией. В связи с чем Соединенные Штаты Америки закрывают въезд в США для множества стран, для 26 европейских стран, которые входят в число стран Шенгенского соглашения. И, значит, США теперь не будет принимать рейсы из 26 стран Европы. В этот список не входят такие страны, как Россия, Украина, Белоруссия и множество других стран СНГ. По части наших людей все нормально. Но в этот список входят 26 стран Шенгенского соглашения. Какие это страны? Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария. Из этих стран рейсы в США больше не принимаются. Но при этом всем граждан США, летящих из Европы, Америка принимает. То есть все равно риск переноса распространения заболевания никуда не исчезает. Все равно граждане США будут прилетать сюда назад. Также, кроме этого, президент Трамп призвал всех работодателей по возможности, чтобы работники имели возможность работать из дома. То есть на каких работах имеется возможность работать из дома, Трамп призвал работодателей, чтобы эта работа производилась так, чтобы люди поменьше контактировали друг с другом. Тесты для определения заболевания коронавирусом в Америке являются бесплатными. А лечение больных, если человек все-таки заболел коронавирусом, то лечение бесплатным не является. То есть страховка будет покрывать, но там все равно остается дедактабл. То есть все равно что-то из кармана нужно будет доплачивать, кроме того, что покрывает страховка. Значит, ссылочку на полную речь Трампа я оставлю под этим видео. На сегодняшний день, сегодня 13 марта, я попытаюсь это видео выложить вот сегодня, чтобы оно было актуально, успеть его смонтировать и выложить сегодня 13 марта. На сегодняшний день у нас в Америке зарегистрировано 1714 человек, заболевших коронавирусом. Из них умерло 41 человек. Это данные статистики, данные New York Times. По Пенсильвании, нашей родной, по штату, где я живу. По Пенсильвании зарегистрировано, вчера было известно о 22 случаях, а сегодня уже информация, что уже 33 случая заболевших коронавирусом у нас в Пенсильвании. В основном 17 человек заболевших, все эти заболевшие в округе Монтгомери. Монтгомери каунти, это соседняя от моего каунти, где я живу. Я живу в Бакс каунти, Монтгомери каунти, это соседняя каунти, все эти каунти, они рядом с Филадельфией, граничат с Филадельфией. У нас в Бакс каунти на данный момент есть два подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из этих 17 случаев трое зараженных госпитализированы, остальные находятся на домашнем карантине. Значит, с 13 марта, с сегодняшнего дня, школы закрыты как минимум на 2 недели. То есть сейчас обязательный карантин на 2 недели. На 2 недели закрыты школы в Монтгомери каунти, где самое большое число заболевших. Также уже поступила информация, что у нас в Бакс каунти также на 2 недели школы уже закрыты, а дальше будут по ситуации уже ориентироваться. Также в округе Монтгомери губернатор Том Вулф обязал закрыть все университеты, детские сады, развлекательные центры, какие-то большие магазины, большие молы. В частности, Вилогроу мол, это большой мол, в который мы все живущие в нашем районе, в русскоязычном районе Филадельфии, в ближайших районах, все всегда ездили в этот мол, когда кто-то хочет купить одежду, обувь или что-то такое. То есть этот мол тоже закрыт уже. 63 школы в Филадельфии также уже закрыты, потому что 11% из работников этих школ проживают в округе Монтгомери, в котором 17 случаев заболевания коронавирусом. Есть информация, и многие выкладывают видео о том, что люди в панике скупают санитайзеры, предметы первой необходимости, воду, туалетную бумагу. Пока что я лично этого не видел, но мы с вами поедем сейчас в американский магазин, поедем в русский магазин и посмотрим, правда это или нет. Общественный транспорт работает, но в округе Монтгомери не останавливается. Так, из мировых новостей известно, что всеми нами любимый Том Хэнкс и его супруга, находясь в Австралии, заболели коронавирусом. Уже несколько дней в наших русскоязычных сообществах в Фейсбуке я вижу все эти фотографии о том, что паника везде и полки в магазинах пустые. Еще хочу подвести свое резюме, что касается работы трак-драйверов. В нашей компании уже как бы неофициально, но мой начальник мне позвонил и сказал, что если ты хочешь работать, в принципе можешь поехать работать. Но больше половины нашей компании сейчас не работает и скорее всего в понедельник я поеду все-таки, съезжу в рейс. Но в принципе, то есть все, кто не хочет, сейчас не едут. Последние полтора года у нас контракты мы перевозили Amazon, амазоновские трейлеры. И сейчас больше половины заказов отменено, то есть более половины нашей компании, в которой я работаю, сейчас отдыхают, так сказать, на карантине. Ну чуть-чуть какие-то грузы есть, то есть в принципе некоторые желающие могут поработать и я в понедельник поеду, чуть-чуть поработаю, потому что я уже до этого, уже две недели отдыхал. Видите, вам выкладываю видео каждый вечер сейчас, практически daily vlog начал, поэтому пока я дома, пока я не работаю, у меня есть уже запас видео, которые нужно монтировать и выложить и так, и видите, есть какие-то темы появляются внезапно, на которые тоже хочется снять видео своевременно, выложить, показать вам. Все мероприятия, которые сейчас в США проходят, то есть какие-то большие концерты везде, где есть собрание большой людей, все эти мероприятия отменены. А сейчас, друзья, мы с вами поедем, съездим в магазины и посмотрим живьем, что там происходит, правда это или нет. Сегодня 13 марта, то есть я вам покажу актуальную ситуацию на 13 марта. Подъезжаем к русскому магазину, Белсмаркет. Так, паркинг полный, люди рассказывали о том, что везде паркинги полные и все раскупают. Паркинг полный, подтверждаю. Дальше зайдем внутрь в магазин и посмотрим, что творится же у нас внутри в магазине. Мы здесь запаркуемся хорошо, красиво, около двух кадиллаков. Так, масочка у нас есть, припасена уже. Идем сначала в Белсмаркет, в русскоязычный магазин около моего дома в Бакскаунте. Вот на входе поставили такой аппарат, чтобы можно было продезинфицировать руку. Мы видим в русском магазине, ни одного человека в маске я не вижу. Воды навалом, пока никаких проблем, никаких изменений, незаметно абсолютно. Туалетной бумаги действительно нет, не врут. Мы видим, что реально не было туалетной бумаги. И вот полки с хлебом пустые в русском магазине. Хотя вот разный хлеб есть на других полках. Самого свежего нет. И еще пустая полка с гигиеническими всякими дезинфицирующими салфетками. Салфеток тоже нет. Так, выводы по русскому магазину. Нет только туалетной бумаги и средств гигиены, таких как салфетки и санитайзеры. Я чуть-чуть закупался здесь и мог заметить, что на кассах очереди. То есть обычно людей чуть меньше здесь. Но сегодня все-таки пятница, поэтому может быть очереди из-за того, что пятница вечер, люди закупаются на выходные. Ну и может быть из-за того, что коронавирус. Я тоже чуть-чуть закупился. Сейчас чисто ради интереса сгоняем с вами в американский супермаркет, в Экми. И посмотрим, какая ситуация там. В русском я закупался, а в американский просто забежим с вами. Посмотрим, есть ли какие-то изменения в связи с коронавирусом. То есть что-то мы можем там увидеть необычное или нет. Погнали. Так, в русском магазине мы были в Беллс-Маркет на Баслтон-Пайк. И сейчас мы поворачиваем к магазину Экми на Стрит-Роуд. Ну что, уже видно, что парковка, ну, средне так. Средне забитая парковка для пятницы. Сегодня пятница 13-ая. Для пятницы, короче, нормально. Ничего необычного. Даже вот, видите, не придется где-то за 3-9 земель парковаться. В принципе, паркинг находится без труда. Самый обычный американский супермаркет Экми. Средства для мытья рук разобрали, как вы видите. А вот и пустые полки из-под туалетной бумаги. Да, везде одинаково. Ну, слава богу, я чуть-чуть туалетной бумаги дома еще нашел. Поэтому нам хватит. Тоже где средства для дезинфекции. Вот и всякие хлорка. Вот хлорокс. Такие средства для дезинфекции тоже разобраны. Ну, чуть-чуть есть, если вам очень нужен хлорокс. Вон, пару банок еще стоит. Ну, и людей в масках мы с вами тоже не увидели. Ни в американском, ни в русском магазине. Ну, и все, всю ситуацию мы с вами видели. Где-то по три человека в очереди на каждой кассе. Вот опять часть кассы крытых, по три человека на очереди. То есть очереди небольшие, но есть. И средства личной гигиены разобраны. Остальное все, пожалуйста, в изобилии все имеется. Так что делайте выводы сами. Снова поеду сейчас в организацию «Рука помощи». Там срочно нужно забрать хлеб, нужно найти, кому это отдать. Все так уж, раз у меня выходные, так я пока займусь этими делами. Пока жена с дочкой. С утра я дежурил. Сейчас очередь жены побыть с дочкой. То есть у меня есть 40 минут, чтобы поснимать видео для вас. И потом еще, когда дочка ляжет спать, вечером будет время, чтобы эти видео смонтировать и выложить. Так что вот таким образом у меня получается делать daily vlog, делать видеоблог каждый день, когда я не работаю. То есть в принципе это все реально. Если каждый день свой снимать и вечером, когда дочка ложится с женой спать, вечером все это где-то пару часов на то, чтобы смонтировать, выложить. Если так умудряться делать, то видеоблог можно делать каждый день. Осталось, друзья, найти вариант, чтобы откуда-то получать деньги, чтобы обеспечивать семью. То есть чтобы не нужно было ездить на траке и получать за это деньги. То есть тогда я смогу делать видеоблог для вас каждый день. Какие выводы будем делать по коронавирусу? Что-то я даже не знаю. То есть ничего страшного в этой ситуации я пока не вижу. Но то, что реально нужно поостеречься. Нужно обрабатывать руки, мыть руки, дезинфицировать все, к чему ты прикасаешься. Не прикасаться к глазам, к слизистым оболочкам. Я думаю, все это пройдет. Не знаю. Будем следить за ситуацией. Если что-то будет интересное, конечно, буду вам рассказывать, буду снимать. Но в понедельник я в соответствии со своим рабочим планом все-таки поеду в рейс. Ну и там тоже вам расскажу, есть какие-то изменения или нет во всех общественных местах, на складах, на тракстапах. То есть ходят ли люди в масках, как все происходит. Честно говоря, немного страшновато, потому что все-таки я беспокоюсь в первую очередь за здоровье своей семьи, за здоровье жены, дочки. Потому что я единственный кормилец. И главное, чтобы я им приносил деньги и питание, а не принес проблем. Поэтому, друзья, вместе будем следить за ситуацией и делать какие-то выводы будем уже позже. Надеюсь, что все будет хорошо. То есть мое мнение пока остается такое, что ситуация с коронавирусом немного как бы раздута. Но на всякий случай лучше перестраховаться, чем потом попасть серьезно. Взял в организации рука помощи еще хлеб, который нужно кому-то раздать, распределить среди жильцов нашего ЖЭКа. Холгрейн, неплохой хлеб. Вот такой вот обычный хлеб и как булочки для бургеров. Тоже им привезли и у них в таком количестве, что все это класть некуда. Так что еще сегодня хлеб кому-то раздам. Так, друзья, небольшой апдейт ситуации по состоянию на 13 марта. Сейчас вот 8 часов вечера и мне уже друзья скидывают фотографии, что сейчас уже во многих магазинах полки пустые. То есть так как сказали, что две недели карантина впереди, то люди освободились, когда после работы смели в магазинах все. То есть я был еще днем и еще в магазинах было более-менее. Вечером после того, как люди освободились с работы, уже полки в магазинах пустые, посметали все. То есть вот сейчас на 8 часов вечера мне скинули фотографии, я вам сейчас покажу. То есть полки в магазинах пустые, уже не только туалетной бумаги и воды нету, но и всего остального практически тоже. Оставайтесь со мной. Будем следить за ситуацией вместе. С вами был Валера и видеоблог Сидирского парня из США. Пока. Субтитры подогнал «Симон»